Зачем менеджеру по продажам вообще заниматься привлечением клиентов? Многие продавцы говорят, ну это не моя забота, есть отдел маркетинга, есть начальник, пусть они дают рекламу, а я буду эти заявки, входящие от клиентов, обрабатывать, отвечать на звонки, и у нас будет много продаж, много клиентов. Так вот, если вы хотите работать самыми лучшими заказчиками, самыми лучшими компаниями, самыми вкусными, вещь, которую вам нужно понять. Знаете такое выражение? Хороший не бывает холостым. Если клиент хороший, крупный, жирный, за ним уже обязательно кто-то ухаживает, ухаживают ваши конкуренты. Поэтому если вы просто разместите рекламу, вероятность того, что такой хороший клиент к вам сам обратится, она достаточно низкая. Есть из этой же области выражение, когда папа говорит сыну, сын, сам подходи к красивым девочкам. Почему? Если сам не будешь подходить к красивым девочкам, к тебе сами будут подходить крокодилы. Значит, пусть тебя посылают, но посылают правильные девушки. Вот с продажами то же самое. Если вы сами звоните какому-то клиенту, сами предлагаете свои услуги, сами занимаетесь активным поиском, вы можете выбирать, кому звонить. Когда вы ждете, что клиенты сами к вам придут, сами вам позвонят, вы будете получать какой-то поток клиентов. Но тоска номер один – это не самые интересные вам клиенты. Тоска номер два – помимо вас он позвонил еще в 50 других мест, выбирает самого дешевого. Тоска номер три – он уже заранее решил, что хочет покупать. Представьте себе, вы то, что он хочет покупать, ему продали. Он это купил, принес свою компанию, вы ему поставили это, установили. Оказалось, это ему не помогло, ему нужно было что-то другое. Вот это ответ на вопрос, зачем менеджеру по продажам заниматься привлечением клиентов. Ты можешь привлечь тех клиентов, которые тебе интересны, те, которые вообще никогда о тебе не узнали бы, может быть, не увидели бы даже твою рекламу, потому что они не ищут себе какую-то альтернативу для поставщиков. Как их искать, вот об этом мы как раз и будем с вами говорить. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о B2B-продажах, это некие звонки по телефону, холодные звонки, продажи по телефону. Сразу хочу вас предупредить, что эта вещь работает, но она работает, во-первых, очень важно количество попыток, которые вы делаете. То есть если вы говорите, что не, не, холодные звонки уже не работают, это ретро, это в прошлом, это говорит о том, что вы либо ленитесь это делать, либо просто не знаете каких-то эффективных методик, которые позволяли бы вам совершать эти звонки. Знаете, почему холодные звонки называют холодными? Потому что человека прошибает холодный пот, когда он собирается взять трубку и начать куда-то звонить. Нам страшно. Об этом поговорим в нашем видео. Мы также поговорим о том, как привлекать клиентов по рекомендации, чтобы вас рекомендовали другим. Мы поговорим о каких-то новых современных методах привлечения клиентов, например, через социальные сети. И к концу просмотра этого видео у вас будет уже небольшой инструментарий, который поможет вам сразу после того, как вы закончите просмотр, взять телефон, куда-то позвонить, забраться в интернет и найти нужных вам интересных клиентов. Но все дело в количестве попыток. В продажах работает принцип, я его называю ЕПП. Если пройдет, пройдет. Есть такой анекдот, когда мужчина приходит в ресторан и он покушал, официант приносит ему счет. В счете написано суп 500 рублей, салат 300 рублей, компот 100 рублей. Прошло, не прошло, 500 рублей. Мужчина зовет официанта и говорит, скажите, пожалуйста, а что такое прошло, не прошло? Ему говорят, не прошло. В продажах работает это. Все дело в количестве попыток. Но это должны быть правильные попытки. И вы должны предлагать свои услуги правильным людям. Нет смысла предлагать, допустим, средства для чистки бассейна, человека, у которого нет бассейна. Но если вы будете говорить правильные слова, правильным компаниям, правильным людям, которые способны, имеют право принять решение, у вас все получится. Что такое неправильная продажа? Значит, когда я продаю всем, работаю как поршень, надо, не надо, не надо, не фильтрую, а кому вообще мне предлагать. Второе, я общаюсь с неправильными людьми. Но если я, допустим, прихожу в какую-то крупную компанию, хочу продать им компани-кар, несколько корпоративных автомобилей, и я знаю там водителей, водители могут сказать, да, нам очень нужны новые автомобили, нам нужно обновить автопарк. Но они сами не принимают решение о покупке и обсуждать со мной этого не могут. Да, они могут меня с кем-то познакомить, провести дальше, но по большому счету я должен выходить не на них, я должен выходить на руководство компании. Итак, с чего же нам нужно начать, когда мы занимаемся активным поиском? Нам нужно составить список, список клиентов вашей мечты, которых вы хотите привлечь. Назовем его, условно говоря, топ-100. 100 клиентов, с которыми бы вы хотели работать. Естественно, это зависит от отрасли. Да, если вы продаете там самолеты, допустим, да, у вас потенциальных клиентов может быть 3, 4, 5. Если вы продаете что-то совсем мелкое, у вас потенциальных клиентов может быть много, и тогда предложенные вещи вам вообще не годятся, тогда вам просто действительно нужен какой-то массовый обзвон. Но если речь идет о классических B2B продажах, то вот этот список топ-100, он вам поможет. И это не первые 100 фирм и желтых страниц, которых и так уже замучили звонками на букву А. Все открывают желтые страницы и понеслось, давай звонить. Нет, это 100 клиентов вашей мечты, те клиенты, с которыми вы хотели работать. Продолжение следует...